День рождения Год педагога и наставника Воспитанники детского сада «Солнышко» Карачаевска вступили в ряды отряда юноармейцев имени Героя России Канамата Баташева и Старшего сержанта Руслана Чучаева Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачаева, Черкесия Клава Республики Рашид Семрезов сегодня провел прием граждан в приемной президента России в Карачаево-Черкесии Проблемные вопросы из разных населенных пунктов по различным направлениям Но каждый из пришедших в приемную президента России в Карачаево-Черкесии, разумеется, надеется на положительное решение Пояснение по каждому вопросу давали руководители профильных ведомств Так, в текущем году в Новой Тверде планируется возведение ФАПа Все необходимые документации уже подготовлены Обеспечение аула «Эльтеркач» чистой водой намечено завершить до конца нынешнего года В течение ближайших месяцев будет выполнена газификация 36 домовладений в Станице Преградной Для чего уже проведены около 800 метров коммуникации Жители из Правненского сельского поселения надеются, что для их деток будет полностью обустроен дом культуры В скором времени в нем начнется капитальный ремонт Тепла и уюта, чтобы отапливались все кабинеты, чтобы детки свободно занимались своими интересами Просто в одном кабинете занимаются и театральным творчеством, и рукоделием Как бы тесновато, детка Под председательством главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова Начался блок оперативных совещаний по реализации прорывных инвестиционных проектов Включенных в модель экономического развития республики, рассчитанного до 2030 года Это проекты в сфере садоводства, промышленности и производства строительных материалов В перерабатывающих отраслях экономики гидроэнергетики Их реализация позволит создать до 10 тысяч высокотехнологичных рабочих мест Первое совещание было посвящено реализации проекта Развития интенсивного садоводства и строительства оптово-распределительного центра ООО «Архэсфрутлогистик» На сегодняшний день инвесторам высажено 257 гектаров садов Весной планируется довести до 300 гектаров А с 2024 года начнется закладка садов на площади 500 гектаров И строительство оптово-распределительного центра мощностью 60 тысяч тонн Деловое сообщество страны отмечает столетие с момента создания первого бюро товарных экспертиз Его вековая история в нашей стране неразрывно связана с историей Торгово-промышленной палаты России и базовой экспертной организации Структура служит звеном этой системы и работает в интересах государства Альбина Ламкова подробнее Система торгово-промышленной палаты страны служит эффективной площадкой для диалога бизнеса и власти на всех уровнях За вековой процесс деятельности работа сложилась системная Она представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса перед властью Но при условии, что они не противоречат интересам общества Независимость, компетентность и, конечно же, опыт работы служат основными требованиями к экспертам торгово-промышленных палат Из личных качеств выделяют объективность, ответственность, непредвзятость и принципиальность Само по себе понятие экспертиза представляет собой исследование компетентным специалистам Мы проводим экспертизу подтверждения происхождения товара, позволяющую нашим региональным экспортерам Экспортировать продукцию в различные государства, такие как страны СНГ, Вьетнам, Сербию и иные государства Также нами проводятся экспертизы в рамках федеральной контрактной системы при заключении госконтрактов Экспертиза оборудования, автомобильные и технические экспертизы, различного рода товарные экспертизы Малые и средние компании часто обращаются в ситуациях, связанных прежде всего с неплановыми проверками Трудностями доступа к госзакупкам, получения кредита Спрашивают, как получить поддержку институтов развития, организовать экспорт, найти рынок сбыта Просят разъяснить законодательные вопросы Крупные компании больше интересуют помощь в решении проблем на федеральном уровне Нередко вопросы, с которыми приходит бизнес, можно решить только на законодательном уровне Огромное количество продукции, очень огромные развиты товароотношения В результате чего предпринимателям необходимо подстраховаться и проводить эти экспертизы В целях выявления качества и соответствия нормативно-технической документации Условиям договоров и иных сопроводительных документов Эксперты торгово-промышленных палат обязаны каждые три года проходить переаттестацию и подтверждать компетенцию Подготовку экспертов проводят учебные заведения по специальной утвержденной комиссии при ТПП РФ программе После чего их вносят в реестр ТПП-эксперт и предоставляется аттестат, позволяющий непосредственно осуществлять свою экспертную деятельность Экспертиза торгово-промышленной палаты Корчаева-Черкесии осуществляет свою деятельность в республике с 1993 года И это уже тоже круглая дата – 30 лет А в условиях санкций используемая система часто выступает основным каналом связи между российским и зарубежным бизнесом Благодаря международному масштабу торгово-промышленная палата служит самым понятным партнером для предпринимателей всех стран на всех рынках Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Корчаево-Черкесия Свой 101-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны Хамид Абулович Канаматов Фронтовика поздравил глава республики Рашид Темрезов Хамид Абулович принадлежит легендарному поколению героев, которые не только отвоевали мир для всего человечества в жесточайшей войне Но и отстроили страну, оказавшуюся в развалинах и руинах Он прошел войну от Твери до Калининграда, неизменно показывая выдержку, смекалку и мужество Хамид Абулович, который, несмотря на почтенный возраст, продолжает интересоваться всем, что происходит в мире Знает и уважает вся республика Он пример настоящего патриота, заботливого семьянина и человека достойного, смелого, решительного От всей души поздравляю дорогого ветерана, желаю бодрости духа Низкий поклон за великую победу Вечная слава подвигу советского солдата Отметил в поздравлении Рашид Темрезов В Адыгихабльском районе чествовали представители благородной и очень важной профессии В честь объявленного президентом России года педагога и наставника В районном дворце культуры отметили труд людей, которые на протяжении десятилетия дают знания подрастающим поколениям Подробности у Артура Мхце Во дворце культуры звучит гимн России, который напевает весь зал Так, в Адыгихабльском районе торжественно открыли объявленный главой государства год педагога и наставника В зале, помимо почетных гостей, в том числе представители династий, которые на протяжении десятилетий помогают подрастающим поколениям строить фундамент для своего будущего Учитель математики в средней школе Аула Вакожили Фаризат Бикижева имеет за плечами 43 года педагогического стажа А общее время, отданное ею и близкими родственниками преподавательской деятельности, составляет 330 лет Главное в работе учителя – это огромная любовь к детям Если человек случайно попадает в нашу профессию, он никогда не даст нужные знания, никогда не найдет общий язык с детьми Каждому, кто находился в этот день в зале, есть чем поделиться с воспитанниками Евгения Матакаева занимается педагогической деятельностью с 1978 года Она считает, что только через собственную любовь к профессии можно научить и детей также относиться к предмету Тем более, что любые знания не будут лишними У меня была учительница немецкого языка, я ее очень любила, очень хорошая Вот поэтому я полюбила немецкий язык и до сих пор работая, я так и не разочаровалась в этом языке И дети любят, очень много детей сейчас изучают у нас немецкий язык, с удовольствием они изучают Пожелания новых профессиональных успехов от руководителей регионального министерства образования и районной администрации Заслуженные награды и музыкальные поздравления творческих коллективов Таким праздничным, радующим глаз и слух стало открытие в Адыгихабле года педагога и наставника Артур Махцелий-Бастанов, Вести Карачаев-Черкесия, Адыгихабльский район В Карачаевске в центре культурного развития имени Кайсына Кулиева воспитанники детского сада «Солнышко» Вступили в ряды отряда юноармейцев имени Героя России генерал-майора Канамата Баташева и старшего сержанта Руслана Чучаева Также собравшиеся вспомнили героические погибшие в ходе специальной военной операции На мероприятие побывал и Алихан Лепшоков Сегодня мы чтим и храним память о наших земляках, которые погибли в ходе проведения специальной военной операции На мероприятии рассказали о героическом боевом пути генерала-майора военно-воздушных сил Героя России Канамата Баташева И старшего сержанта, посмертно получившего Орден Мужества Руслана Чучаева Было отмечено, что именно на таких примерах должна воспитываться молодежь Мы видим, что на примере этих малышей, что в нашем городском округе воспитанию в духе патриотизма Уделяется достаточно много внимания, как со стороны дошкольных образовательных учреждений, так и школ И в целом администрация округа Я уверен, что эти дети, которые сегодня были на сцене, вырастут достойными членами общества И мы будем ими гордиться Поченные гости мероприятия, сотрудники Карачаевского отделения в невинственной охране управления Росгвардии Представители Совета ветеранов первичной организации войск правопорядка по Карачаевскому району Во главе с майором милиции в отставке Исмаилом Кубановым Вручили значки юноармейца воспитанникам детского сада «Солнышко» После детям выступили со стихами, которые тронули до глубины души собравшихся Сотрудники детского сада «Солнышко» также рассказали о героическом пути сержанта Романа Казаева Младшего сержанта Владимира Корниенко и Виктора Бутова Которые посмертно были награждены Орденом Мужества Начальник управления образования Карачаевского городского округа Эльвера Эдива Отметила благодарность руководству и сотрудников дошкольного учреждения И подчеркнула важность подобных мероприятий Задача педагога не только дать знания учащимся воспитанникам Но и вот с самых малых лет воспитать в них чувство патриотизма, любви к своей родине, к своей отчизне И вот как сказали сами дети, маленькие, вступившие в ряды Канамата Буташева и Руслана Чачаева Воспитать в них желание стать истинными гражданами своей страны Выступающие отметили, что дети с гордостью будут в отряде юнормейцев Они ознакомятся с героической историей нашей страны И будут принимать активное участие в сохранении памяти настоящих патриотов-защитников нашего Отечества Алихан Ипшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск В госавтоинспекции Черкеска отметили полувековой юбилей отряда ЮИД Юные инспекторы движения – активные ребята в возрасте от 8 до 14 лет Которые могут осваивать важные знания и навыки, чтобы пропагандировать безопасность дорожного движения Альбина Курочинова-Кенжева наблюдала, как торжественно принимают в ряды ЮИД В зале РЭО ГИБДД торжественно приняли в ряды юных инспекторов движения в честь 50-летия отряда Ребята получили значки удостоверений и, конечно же, ценные наставления Ваша помощь нужна, потому что вы сами видите, как что у нас творится на дорогах Дети переходят, и взрослые переходят на пешеходные переходы и по правилам Нарушают все правила дорожного движения Вы, как сами видите, некоторые переходят дорогу, нарушая правила дорожного движения на велосипедах Для участников ЮИД организуют разнообразные мероприятия при поддержке госавтоинспекции, именобразования и науки Кроме того, сами школьники с педагогами реализуют проекты, информирующие сверстников и взрослых о безопасности на дороге В частности, ребята снимают видеоролики и запускают акции в социальных сетях Что такое инспектор дорожного движения? Это тот человек, который пропагандирует правила дорожного движения Это прежде всего ваша безопасность, безопасность окружающих Теперь, вступая в ряды сегодня юных инспекторов дорожного движения Вы на себя взяли ответственность пропагандировать лучшие практики, идеи, значит, правил дорожного движения В первую очередь водитель, садясь за руль, он, конечно, несет ответственность за себя и за тех, кто на дороге И человек, выходя на дорогу, где-то переходя пешеходный переход, несет ответственность за себя и за того, кто едет на дороге Вы большие умницы, вы молодцы, что, во-первых, вы прошли какие-то испытания, вы получили удостоверение И это действительно вас обязывает Теперь, мало того, что вы должны следить за своим поведением на дороге Вы еще и можете обращать внимание и должны обращать внимание на тех, кто нарушает Школьникам не пришлось скучать Гонщик и маршал из щенячьего патруля устроили викторины с вопросами по дорожному движению Ребята ходили по зебре, танцевали, одним словом, весело и полезно проводили праздник Четвероклассник Саша Нижинский отлично знает о правилах и не забывает напоминать о них друзьям Переходить только на зеленый свет и при особом знаке, где человечек переходит в точно такую же зебру Нужно смотреться направо и налево и убедиться так, чтобы там машин абсолютно не было Если машина есть, ждем, пока она проедет Или если машина далеко, можем показать ей руку и идем спокойно и медленно Учащиеся узнали о состоянии дорожного движения и правилах поведения на трассе в межсезонье Специалисты рассказали об аварийных ситуациях и способах, которые помогут их избежать Изменились требования к экспорту молочной продукции в Азербайджан Какую часть расходов на транспортировку сельхоз с товаропроизводителем могут компенсировать И что нужно знать бизнесменам, чтобы получить сертификат, сделанный в России Об этом и не только в экономических вестях с Альбиной Ламковой Смотрите далее, а наш выпуск завершен